А сейчас будет такое стихотворение в прозе. Я когда-то с ним поступала в театральный институт «Дети на галёрке, тише». Я вот тогда, когда поступала, не очень понимала. И вдруг возникло ощущение, что сейчас оно как-то иначе для меня звучит. И Фим Борисович знает, о чём я говорю. Просто я с ним репетировала. Иван Сергеевич Тургенев. «Порог». Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь. За дверью угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка. Русская девушка. Морозом дышит та непроглядная мгла. И вместе с леденящей струёй Выносится из глубины здания медлительный глухой голос. О, ты, что желаешь переступить этот порог. Знаешь ли ты, что тебя ожидает? «Знаю», — отвечает девушка. Холод, голод, презрение, ненависть, обида, тюрьма и самая смерть. Знаю, отчуждение полное, одиночество. Знаю, я готова. Я перенесу все страдания, все удары, не только от родных. Не только от врагов, но и от родных. От друзей. Да, и от них. Ты готова на жертву? Да. На безымянную жертву. Ты погибнешь, и никто, никто не будет даже знать, чьё имя почтить. Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени. Хорошо. Ты готова на преступление? Девушка потупила голову. И на преступление. Готова. Голос не тотчас возобновил свои вопросы. «А знаешь ли ты?» Заговорил он, наконец. Что ты можешь разувериться в том, чем уверишь теперь. Можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь. Знаю. Знаю и это. И всё-таки я хочу войти. Войди. Девушка перешагнула порог. И тяжёлая завеса упала за нею. Дура! Проскрежетал кто-то сзади. Святая. Пронеслось откуда-то в ответ. Но! Я верю в светлое будущее. Конечно, Город Иному. Аflow Светла. Это самый гордкий. Почитаем день. Потому obvious. Много.